Сентябрьский номер журнала На последней странице еще одно озеро. Оно называется Куйгук. Оно находится как бы в чаше, образованной горами. Этот вид настолько впечатлил Алексея Грачева, что он выразил свое отношение в поэтических строках. Его стихотворение помещено тоже на обложке журнала. Сентябрь для нас прежде всего связан с началом нового учебного года. И текстовый материал его мы начинаем статьей Николая Константиновича Рериха, которая называется «Школы». Но о каких школах говорит Рерих? Он говорит о просветительских школах, которые могут быть организованы при каждом обществе и тем оказывать помощь школе, уже существующей. Это выражение Николая Константиновича. Огромное значение он придает просветительской деятельности, которую могут и должны вести общества. Об этом он пишет. Обо всем многообразии этой работы. О том, как подавать просветительскую пищу и насколько она нужна людям. Далее. Приветствие Натальи Дмитриевны Спириной к началу работы школы-семинара «Дети и живая этика». Это был 1993 год. Беды человечества происходят от его духовного обнищания, говорит она. И подчеркивает в завершение приветствие главное, как всегда просто, но обратите внимание, вот нам всем надо это запомнить, что она говорит. Помощь высшая справедливому делу уготована. Действуйте, а мы вам поможем, так говорят учителя света. Материал, посвященный светлой памяти Бориса Николаевича Абрамова. 5 сентября, здесь мы уже говорили, был его памятный день. В этой публикации мы касаемся последних восьми месяцев его жизни, которые были неимоверно трудными. Мы ничего бы не знали об этом, не будь его писем, к его верной ученице, человеку, которому он всецело доверял, Наталье Дмитриевне Спириной. Но при всех жизненных невзгодах он не прекращал работу. Думаем, что этот пример должен послужить укреплению духа каждого, чья деятельность, независимо от ее форм, направлена на утверждение на земле принципов общего блага и подлинной культуры. Мы продолжаем публикацию материалов десятых рериховских чтений. В этом номере помещен доклад доктора физико-математических наук из Новосибирска Владимира Ивановича Лотова о пространстве многих измерений. Опубликован доклад Татьяны Шумеевой «Спокойствие есть венец духа». Он был зачитан на одном из круглых столов Сибро. В нем Татьяна Георгиевна говорит о важнейшем качестве, без которого невозможно достичь продвижения в своем духовном развитии, об исключительном значении спокойствия в наше непростое время. Духовные путешествия в мир рерихов. Так, строкой из отзыва, мы назвали большой материал о работе этим летом Мемориального дома-музея рериха на Алтае. Статью написали работавшие там экскурсоводы. В завершении описания всех встреч и событий, которые, мы уверены, никого не оставят равнодушным, они единодушно подчеркивают. Цитата. Очень явно почувствовалось за это лето, насколько меняется что-то не только в пространстве, но и в душах людей, которые понимают, нечто необыкновенное входит в нашу жизнь, и прежней она уже никогда не будет. Все в ожидании грядущих перемен, затаив дыхание, слушают о наступлении новой эпохи и с тоской спрашивают, ну когда же это произойдет? О 24-х абрамовских чтениях, прошедших в августе этого года в Веневе, рассказывает научный сотрудник музея Бориса Николаевича Абрамова Наталья Валентиновна Башкова. Ее доклад на чтениях, в сокращенном варианте, мы сегодня услышали, полностью он будет обязательно опубликован. Это ежегодные конференции, которые организуют и проводят сотрудники Тульского Рериховского исследовательского центра в Веневе, приурочивая их проведение ко 2 августа, дню рождения Бориса Николаевича Абрамова. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok